Авиака. Эпиграф. Что вы пишете? Описываю предметы, ощущения, людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения. И мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех. Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую частицу этого мира, хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк. Например, авиатор. Разговор в самолете. Пятница. Все эти дни не было сил. Их и сегодня нет. В голове крутится странное. Авиатор Платонов. Тоже фраза? Спрашиваю Гейгера. Доктор, я был авиатором? Насколько мне известно, нет. Где же меня называли авиатором? Не в Коколе? Точно в Коколе. Я кричу Гейгеру. Наименование связано с Коколой. Где я? Где мы? Вы бывали в Коколе, доктор? Она сейчас называется как-то иначе. Как? Ну, например, Репина. Главное, запишите ваши воспоминания. Запишу завтра. Устал. Вторник. Гейгеру нравится мое писание. Сказал, что моей рукой водит всесильный бог детали. Хороший образ. Гейгер умеет быть поэтичным. А может, до потери памяти я был писателем? Спрашивал. Или газетным репортером? Пожимает плечами. Или кем-нибудь еще художником? Ваше описание очень, я бы сказал, зримое. Так художником или писателем? Жизнь и описателем. Мы ведь договаривались, что в главном подсказок не будет. И для этого вы сократили персонал до двух человек? Да, чтобы никто не проболтался. Осталась пара самых надежных. Смеется. После обеда Гейгер ушел. Я видел его в коридоре, когда входила Валентина. В пальто с шапкой в руке. Слышал его затухающие шаги. Сначала на этаже, затем по лестнице. Два дня я не просил Валентину лечь рядом со мной, хотя и мечтал об этом. Несмотря на разрешение Гейгера или вопреки ему. А сейчас попросил. И вот она уже рядом, ее ладонь в моей ладони. Блять, ее волос щекочет мое ухо. Мне было бы тяжело от мысли, что нас могут состать за этим. За чем-то другим предосудителям, быть может, даже неприличным, не страшно, поскольку неприличное первое, что можно было бы ожидать. А вот за этим. Тут ведь так тонко все, так трепетно и необъяснимо. И не покидает чувство, что это уже когда-то было. Спрашиваю у Валентины. Было ли с ней уже такое? Есть ли у нее на все счет какие-то размытые воспоминания? Не воспоминания, а даже догадки? Нет, отвечает, не было вообще ничего такого, даже не было откуда взяться воспоминаниям. Так ведь было у меня, но не придумал же я это в самом деле. Мы вот так же неподвижно лежали на кровати, рука в руке, висок к виску. Я тогда не мог сглотнуть слюну, боялся, что она услышит звук глотания, нарочно кашлял, чтобы оправдать этот звук, такими нематериальными были наши отношения. Или чтобы там хрустнуло в суставе, тоже боялся. Потому что сразу разрушилась бы вся воздушность, вся хрупкость наших отношений. В них не было ничего телесного. Не хватало ее запястья, ее мизинца, ногтя на мизинце, маленького, как чешуйка первого утра, гладкого и розового. Я пишу, и у меня дрожит рука. Да, от слабости, от температуры, но и от великого напряжения чувств. И от того еще, что все остальное память от меня скрывает. Что это было? Что это было? Кричу, обливаясь слезами сестре Валентине. Почему счастье жизни моей вспоминается мне не полностью? С прохладными губами Валентина прижимается к моему лбу. Может, тогда она перестала бы быть счастьем? Может. Но чтобы понять это, нужно все вспомнить. Среда. Вспоминаю. Трамвайные рельсы на замерзшей реке. Электрический трамвайчик, пробивающийся от одного берега к другому, лавки вдоль окон. Взгляд вагоновожатого буравит метель и сумерки. Но другого берега все еще не видно. Путь едва освещают фонари. В мерцающем свете каждая неровность на льду кажется едущим трещиной и зиянием. Вагоновожатый сосредоточен. Он последний, кто потеряет надежду. Кондуктор тоже крепок духом, но не забывает взбадривать себя глотками из фляжки, ибо мороз и лунный этот пейзаж обескуражит любого. Кондуктор же должен оставаться бодрым. Продает билеты по пять копеек. Отрывает их заледенявшими пальцами. Под ним десять саженей воды. По бокам метель, но хрупкий его ковчег, желтый огонек на льду, стремится к своей цели, огромному, теряющимся во мраке, шпилю. Я узнаю этот шпиль и эту реку. Теперь я знаю, в каком городе жил. Четверг. Я ведь любил Петербург бесконечно. Возвращаясь из других мест, испытывал острое счастье. Его гармония противостояла в моих глазах хаосу, который пугал и расстраивал меня с детства. Я сейчас не могу как следует восстановить события моей жизни. Помню лишь, что когда меня захлестывали волны этого хаоса, спасала мысль о Петербурге, острове, о котором они разбиваются. Валентина сделала мне сейчас укол в мягкое место. Какой-то витамин. Витамины болезненные. Это шприцы. Эти шприцы почему-то гораздо более неприятны, чем шприцы с лекарством. Я потерял мысль. Ах да, гармония, строгость. Вот мы с отцом и матерью. Я в центре, они по бокам, держат меня за руки, идем по театральной улице от Фонтанки к Александринскому театру, прямо посередине улицы. Сами воплощение симметрии, если угодно гармонии. И вот идем мы, а отец говорит мне, что расстояние между домами равно высоте домов, и длина улицы десятикратно превышает высоту домов. Театр нарастает, близится, страшит. Ускорение туч в небе. Да, вот что, улицу-то потом переименовали, как-то убого обозначили. Зачем? А еще вспомнился пожар. Не сам пожар, а как ехали его тушить по Невскому ранней осенью на исходе дня. Впереди на вороном коне скачок с трубой у рта, как ангел апокалипсиса. Скачок трубит, готовя путь пожарному обозу, и все бросаются в расцепно. Извозчики хлещут лошадей, прижимают их к обочинам и замирают, стоя к пожарным в полоборотах. И вот по бурлящему Невскому в образовавшейся пустоте мчится колесница, несущая огнеборцев. Спиной друг к другу они сидят на длинной лавке в метных касках, и над ними развивается знамя пожарной части. У знамени брендмейстер он звонит в кулаком. В своем бесстрашии пожарные трагичны, на их лицах играют отблески пламени, которая где-то их ждет, которая где-то уже разгорелась, до поры невидимая. На едущих слетают огненно-желтые листья из Екатерининского сада, там свой пожар. Мы с мамой стоим, прижавшись к чугунной решетке, и наблюдаем, как невесомость листьев передается обозу. Он медленно отрывается от брусчатки и на небольшой высоте летит на Дневске. За линейкой с пожарными проплывает пароконная повозка с ломами, катушками для шлангов и штурмовыми лестницами. За ней другая повозка с паровым насосом, из котла пар, из трубы дым. За ней медицинский фургон, чтобы спасать обожженных. Я плачу, и мама говорит, чтобы я не боялся. Только ведь плачу я не от страха, от избытка чувств, от восхищения, мужеством и великой славой этих людей, от того, что так величественно они проплывают мимо замершей толпы под колокольный звон. Я очень хотел стать брендмейстером и всякий раз, видя пожарных, обращал к ним беззвучную просьбу принять меня в их ряды. Проезжая по Невскому на империале, неизменно представлял, что направляюсь на пожар. Держался торжественно и немного грустно. И не знал, как там все еще сложится среди бушующего пламени. И ловил восторженные взгляды, и на приветствие толпы, слегка откинув голову на бок, отвечал одними глазами. Судя по всему, пожарным я все-таки не стал. Но сейчас, спустя время, я об этом не жалею.